Я работаю с плакатами, но тем не менее, все равно мы являемся студентами, все равно нам ставят оценки, иногда оценки не те, которые мы ожидаем, но что поделать, такая жизнь. Вы нас, конечно, очень удивились, что не видно китайской великой стены, мы теперь не знаем, как здесь дальше сидим, а вы в Петербурге очертания узнавали? Нет, это реально, потому что баллистика таким образом сформирована, что станция, в принципе, периодически летает на Петербурге, но относительно далеко, она поднимается, если смотреть на нее и со стороны Петербурга, она поднимается на герезон до 50 градусов. Поэтому, в принципе, это достаточно такое близкое расстояние, можно рассмотреть Петербург, я даже через объектив наблюдал свой Васильевский остров, очертания, поэтому картинка очень-очень интересная. Но, к сожалению, сад Петербург наш находится в таких тематических условиях, далеко не всегда он открыт для съемок и для визуальных наблюдений, поэтому лично мнение в первый или второй полет, к сожалению, не удалось сделать фотографии на сад Петербурге. Надеюсь, мы будем в виде виде. А что вообще хотелось больше всего увидеть, когда Вы первый раз принимались, ну, отправились в свой полет, что хотелось, ну, или первый раз, когда там, вот, иллюминатор называется, или, ну, вот, что оттуда хотелось? Ну, первое мгновение после уведения корабля на орбиту хотелось просто увидеть Землю, удостовериться, что она круглая, что нет ни китов, ни черепах, что она висит вот таким шариком в космосе, но, конечно, Земля видна большим, имеет больший размер, чем шарик, и шарик из иллюминатора виден, но видно, что Земля круглая, и это создает такое впечатление очень большого, рельефного, красивого глобуса, на который вот так хочется сверху смотреть, смотреть, смотреть. Вот это было желание, которое, несмотря на категорический запрет Центру управления полетами, каждый космонавт этот запрет нарушает, и в первые секунды выведения на орбиту сразу засмотрит уллюминатор, чтобы насладиться и услышать, и увидеть своими глазами то зрелище, о котором до этого момента только слышал. А вообще есть время у окошка поставить? Вообще время у окошки поставить полетать нет, но, как говорится, если нельзя, но очень хочется, то можно. То есть, конечно, все космонавты ищут хоть немножко свободного времени, стараются открыть, чтобы повисеть около окна, фотографировать в течение всего космического полета, фотографировать и для себя, и по работе, и просто посмотреть, насладиться тем или иным окрасками Земли. А почему вообще, это такой банальный вопрос, но просто интересно, для чего люди хотят быть космонавтом? Побывать на других планетах в детстве, если у каждого мечта посмотреть, если там еще жители какие-то? И... И... И...